Привет, трейдеры! Если вы хотите стать хорошим трейдером, то без интереса к этой сфере вам будет трудно достичь здесь результата. Поэтому мы составили список фильмов про профессию трейдера, которые позволят вам глубже окунуться в данную тему. А еще в фильмах тоже есть доля правды про финансовые рынки. Топ составлен так, чтобы вы могли увидеть ошибки других трейдеров. Надеюсь, вы оцените нашу работу, так как вообще трейдинг на экранах отражается нечасто. Огромной популярностью фильмы по этой теме не пользуются, но мы старались и надеемся вам понравится. С вами Мудрый Блог, в этом видео разберем 10 фильмов про трейдинг. Итак, поехали! Уолл Стрит 1987 Этот фильм считается классикой биржевой тематики. Брокер Бат Фокс считает, что по определенной стоимости все можно купить. Он молодой и амбициозный, поэтому поставил цель стать лучшим любой ценой. Чтобы получить поддержку, он знакомится с влиятельным дельцом рынка Гордоном Гекко и узнает тайну его успеха. За счет махинаций в руках Бада оказываются деньги, женщины, удовольствие. Он забывает обо всем, кроме главного. Жадность – это правильно. Картину поставил режиссер Оливер Стоун. Главные роли сыграли Майкл Дуглас, Чарли Шин, Дэрил Ханна. После выхода на экраны Шин стал знаменит во всем мире. Фильм быстро признали, о чем свидетельствуют премии «Золотой глобус» и «Оскар», награда кинокритиков США, кассовый сбор 43 миллиона долларов. Уолл-стрит считается лучшим на тему трейдинга до сих пор. В 2010 году вышло продолжение «Деньги не спят» с Майклом Дугласом в главной роли. На втором плане Джош Бролин и Шайя Ла Бафф. Действие начинается с выхода Гекко из тюрьмы летом 2008 года. Он не готов к тому, что грядет мировой кризис, репутация не самая лучшая, обычные методы больше не работают. Однако на взаимовыгодных условиях он становится партнером трейдера Джейкоба Мура. Взамен на налаживание отношений с дочерью Гекко должен помочь Муру достичь вершин финансовой лестницы. Хотя вторая часть не так популярна, как первая, начинающему трейдеру посмотреть стоит. «Чужие деньги» 1991 Это авантюрная комедия американского режиссера Нормана Джуинсона, снятая на основе пьесы владельца компании, занимающейся недвижимостью, Стернера. Роль главного героя Лоуренса Гарфилда сыграл Дэнни Дэвито. На вторых ролях Энн Миллер, адвокат Кейт и Грегори Пэк, Йоргенсен. Йоргенсен и его жена практически разорены. Убыточный завод не закрывают, чтобы не лишать людей рабочих мест. На это обращает внимание акула Уолл-стрит Гарфилд, которого называют Ларри-ликвидатором. Он зарабатывает рейдерством. Разорил несколько десятков компаний и считает, что со стариком Йоргенсеном будет легко справиться. Владелец завода привлекает к делу падчерицу, адвоката Кейт Салливан. Она умная, независимая, успешно делает карьеру. После речи Гарфилда на собрании акционеров Кейт предотвращает рейдерский захват, хотя влюблена в оппонента. На первый взгляд этот фильм кажется легкомысленным, но на самом деле годится в качестве практического пособия по методам рейдерства. Немало внимания уделено этической стороне захватов, необходимости рассматривать любую ситуацию не только с эмоциональной и материальной точки зрения, но и в перспективе. Захват иногда становится новым витком развития. Аферист 1999 Этот детектив-драму Джеймс Диарден снял на основе мемуаров обычного клерка Ника Лисона, повествующих о том, как он ободкротил банк Бэринга и стал директором торгового зала. Главного героя сыграл мастер первоплощений Юэн Макгрегор. Его отправили в Сингапур для введения активов банка и торговли на бирже. Ник организовал группу из молодых неопытных трейдеров, которые провели много убыточных сделок. Лисон не уведомил об этом начальство и стал инвестировать в долг. Мошенническая, лживая, многоступенчатая афера постепенно разорила банк. Втянула автора в черные схемы и паутину лжи. Фильм завершается арестом Лисона и продажей Бэринга за 1 фунт. Новая информация о махинациях на бирже может оказаться полезной, хотя в прокате аферист не добился успеха. Ник Алисона считают аферистом века. Его стратегию хеджирования с индексом Никкей используют для обучения. Благодаря средствам банка Ник решил, что может управлять рынком, поэтому при снижении тренда скупил фьючерсы. Поспособствовал росту цены индекса, но не учел ситуацию в Японии. Это вызвало падение цены на Никкей и привело Ника к огромным убыткам. Недолго, потому что за один месяц невозможно научиться трейдингу, невозможно. А так хотя бы за полгода мы будем не просто проходить теорию, но и сразу практиковаться на реальных счетах под моим просмотром. То есть будем здесь в закрытом чате, там где будем общаться, вы будете задавать мне свои вопросы, я буду вас постоянно поправлять. Почему это важно? Да потому что элементарные, скажем так, фигуры разворота, это то, что мы в самом начале проходим, базовое. Люди до сих пор не знают, как строить правильно, какие есть подмены, какие есть нюансы, какие вообще бывают еще фигуры, кроме головы и плечи. Занятия, кстати, будут проходить два раза в неделю, то есть первый раз мы встречаемся для того, чтобы пройти само занятие, и второй раз на неделе через 4-5 дней мы встречаемся для того, чтобы я проверил домашнее задание и исправил ваши ошибки. Вся инфа о курсе будет в закрепленном комментарии под этим видео, также там будет мой личный телеграмм, пиши, задавай вопросы. Также, если что, я могу тебя связать с несколькими своими учениками, чтобы ты спросил, как проходит курс, есть ли у них плюс, как они стали торговать после прохождения курса. Ну, в общем, задать все те вопросы, которые тебя волнуют. До встречи! Бойлерная 2000-й Эта мелодрама по истории Джордана Белфорта была первой большой работой Бена Янгера, привлекла внимание зрителей и критиков, хотя едва окупилась. Главные роли достались Джованни Рибизи, Вину Дизелю, Бену Аффлеку. Фильм не о бирже, а о среде вокруг нее. Хотя фраза «Всегда закрывай сделку» стала крылатой. Главный герой Сет Дэвис пытается найти ответ на вопрос, чем он хуже тех, кто зарабатывает за год миллионы, выигрывает в лотерею. После отчисления из колледжа он, вопреки воле отца судьи, организует в квартире казино. Однажды в нем оказывается брокер Грег Ванштейн, который приглашает Сета в свою команду. Парень соглашается и ставит перед собой цель – заработать миллион. Зарплата высокая, однако Сет забывает, что в жизни за алчность всегда приходится платить. Позже оказывается, что Грегом интересуется ФБР. Зритель наблюдает за обучением Сет, изменением его личности, изучает психологию продаж. Инвесторам эта картина дает понять, как продается воздух, если покупатель безоговорочно верит посреднику и не разбирается в торгах. При внимательном просмотре можно научиться осмотрительности, понять закономерности рынка. Предел риска 2011 Этот триллер рассказывает о кризисе 2008 года. В ленте отражены сутки в сентябре 2008 года, в течение которых топ-менеджеры крупного банка пытаются предотвратить банкротство. Эти сутки они считают самыми страшными в своей жизни. Картина «Предел риска» на первый взгляд не особенная, обычная зрелищная история, хотя постепенно популярность увеличивается благодаря грамотному подбору исполнителей и премии «Оскар». Роли получили Кевин Спейси, Дэми Мур, Джереми Айронс. Сюжет многократно переделывался, в результате получил награду за оригинальность. Основное преимущество для создателей – осведомленность режиссера о финансах и прекрасная игра актеров. Все начинается с того, что один из сотрудников получает страшный прогноз. Из-за падения акций банк все потеряет. Его увольняют уже на следующее утро. Флешка с информацией передается помощнику. Аналитики занимаются расчетами весь день. К вечеру прогноз подтверждается. Остается принять решение – сразу сбрасывать акции или ждать. При первом варианте многие акционеры останутся ни с чем. От выбора зависит будущее всех сотрудников. Риск очень велик. Для трейдера этот фильм полезен благодаря тому, что большое внимание уделено понятиям волатильности, маржинальной торговли, свопа. Слишком крут для неудачи. 2011. Цель драмы – раскрыть причины кризиса 2008 года. Остроту сюжету придает анализ действий министра финансов, пытающегося предотвратить катастрофу. Картина привлекла внимание в момент трансляции по ТВ. Об успехе свидетельствуют три номинации в «Золотом глобусе» и 11 в «Эмми». Это редкий показатель для телевизионного фильма. Главные роли сыграли Синтия Никсон, Джеймс Вудс, Билл Пуллман, Пол Джаматти. В центре внимания фильма – причина, вызвавшая кризис. Власти несколько недель пытаются решить проблемы банков и экономики мира. Министр финансов совершает многочисленные попытки остановить лавину банкротств. Руководитель крупного банка Фулт пытается найти финансирование. Министерство финансов в помощи отказывает. Фулт объявляет о банкротстве. Почти сразу выясняется, что неплатежеспособной стала крупная страховая компания. Конгресс отказывается принимать экстренные меры. Биржевой тематики в картине достаточно, в том числе законов, терминов. Хотя трейдеры не видны, после просмотра становится понятно, какой вред приносит большая компания, неверно рассчитавшая свои силы. Волкс Уолл Стрит 2013 Эта картина Мартина Скорсезе относится к жанру криминальная драма. Отражает реальные махинации на бирже. Напоминает, что за все нужно платить. Основой сценария послужила автобиографическая книга брокера Белфорта. Его грандиозные махинации завершились переговором суда. Главную роль исполнил Леонардо Ди Каприо. Всего было привлечено 200 исполнителей. Фильм посвящен событиям 80-х годов. Джордан Белфорд неожиданно оказывается финансовым гением. При помощи брокерской конторы крупного банка превращается в успешного человека. Целых 10 лет правоохранительные органы не замечают его махинации. Сюрприз преподносит судьба. Банк закрывается, индекс Доу Джонса падает. Жена советует Джордану стать сотрудником небольшой компании, занимающейся акциями. Благодаря настойчивости и харизме он быстро достигает успеха. Затем вместе с соседом Донни открывает фирму Стреттон Оакмонд, нанимает на работу друзей. В свободное время Белфорд потребляет наркотики, посещает вечеринки, развлекается с проститутками. В какой-то момент на него обращает внимание ФБР. Кстати, у нас есть целое видео, посвященное Джонатану Белфорду. Обязательно посмотрите по ссылке в подсказке. Игра на понижение 2015 Этот фильм Адама Макки относится к новинкам в категории трейдинга. Снят по бестселлеру Майкла Ньюиса. Кладнокровных дельцов середины двухтысячных сыграли Кристиан Бейл, Райан Гослинг, Брэд Питт, Стив Каррелл. Все исполнители сумели идеально вписаться в роли. Картина создана трепетно, номинирована в десятках наград. Герои еще в 2005 году предвидят кризис 2008 года и придумывают план, позволяющий получить много денег. Они понимают, что на кризисе можно не только разориться, но и разбогатеть на понижении, стать обеспеченными людьми. Принимается решение разорять банки при помощи невозврата кредитов и нежилой недвижимости. Все герои в какой-то момент осознают, что кредитов слишком много, финансовая система рухнет. Один на сделки с банками тратит все средства инвесторов. Два друга, не способные найти партнеров для сделок, начинают игру против рынка. Владелец брокерской конторы поставил нападение цен на недвижимость. Рынок действительно рухнул, все герои получили доход. Их не волновало, что миллионы людей стали безработными и потеряли жилье. Однако этого бы не случилось, если не выдавалось слишком много кредитов. Лыжец. Великий и ужасный Этот фильм Барри Левинсона с оригинальным названием «Мастер лжи» биографический, посвящен афере Бернарда Мэйдаффа, позволившей ему разбогатеть. Книгу о гигантской финансовой пирамиде 75 миллиардов долларов написала журналистка Диана Энрикес. За почти полвека деятельности ее создатель получил тюремный срок 150 лет. Великого афериста сыграл Де Ниро, его жену Мишель Пфайфер. Слоган картины «Только те, кому вы доверяете, могут по-настоящему вас предать». Мэйдаффа собственные дети сдали ФБР. Он предал семью, вкладчиков и тех, кто считали его филантропом. Автор фильма не делит героев на хороших и плохих, раскрывает историю с разных ракурсов. Мораль. Если получен не совсем легальный доход, следует остановиться. Финансовый монстр 2016. Кинокритики эту работу в жанре триллер Джоди Фостер называют залихватской. Хвалят работу Джорджа Клуни, Джулии Робертс, Джека О'Коннелл. Доминика Уэста, хотя сценарий считают недостаточно убедительным. Картина не об успехе брокеров и трейдеров или сделках, а о том, можно ли верить рекламе в СМИ, касающейся сферы финансов. Огромного успеха у финансового монстра не наблюдается, но кассовые сборы на среднем уровне. Фостер вызвала интерес публики, так как фильмы на тему денежных махинаций в последнее время популярны. Сюжет финансового монстра. Тема та же, что в игре на понижение, но случай частный и действие разворачивается в прямом эфире ТВ. Популярный телеведущий шоу, посвященного якобы финансовой аналитики, дает советы инвесторам, не думая о том, кто ответит за последствия. У шоу высокие рейтинги. Зрители считают, что ведущий – профи в управлении финансовыми потоками. Однако однажды в студии появляется мужчина с бомбой и пистолетом, который ищет ответ на вопрос, кто виноват. Он последовал совету ведущего, поставил все средства на быстро развивающуюся компанию и потерял их всего за одну ночь. Общая сумма потерь – 800 миллионов. СМИ причину определяют как компьютерный сбой. Цель неудачливого вкладчика – возмездие. Террорист берет в заложники ведущего. Корень проблемы приходится искать в прямом эфире. В течение полутора часов постепенно открывается правда о махинациях тех, кто управляют миром. Это забавное повествование о грустном и обидном. Гротескно, но правдиво отражающее драму. Панику одних и просто обычную среду других. В сценарии много внимания уделено тому, как СМИ манипулируют сознанием. Явно ищется ответ на вопрос, что преступнее – убить человека или оставить без средств миллионы. Важно, что искать для поиска ответов сценаристы назначили женщину – режиссера шоу. Террорист в чем-то прав, ведущие шоу и Уолл-стрит – союзники. Журналистам приходится искать правду, пока ведущий и неудачливый трейдер рассуждают о морали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова